всем огромнейший привет мои дорогие зрители и в этом видео я покажу вам свои бюджетные покупки подарки товары на обзор какие-то обмены с блогерами и так далее и тому подобное поэтому кому интересно оставайтесь со мной таких продуктов у меня накопилось просто огромное количество и не знаю сколько получится частей скорее всего я эти части буду снимать допустим как-то через месяц либо через две недели вот в таком формате у меня конечно же появляются в основном средства для ухода декоративки в моем арсенале как правило меньше и покупаю я ее меньше ну по особым причинам о которых вы конечно же знаете и так во первых чем хочу вас познакомить и что я приобрела конечно же под влиянием youtube я просто не могла пройти мимо я хочу вас познакомить с вот такой вот гиалуроновой кислотой от новосвит уже все все блогеры показывали эту гиалуронку это у нас аква гель 24 часа длительное увлажнение для лица и шеи обновление кожи и разглаживание морщин еще раз повторяю это нашумевшая российская компания новосвит я как блогер как врач как вообще обычная девчонка давно обратила внимание на подобные средства потому что очень такое громкое название гиалуроновая кислота до казалось бы что такое гиалуроновая кислота это просто наверное панацея это средство которое препятствует наверное нашему старению дефицит этого средства вызывает развитие каких-то мимических даль далее глубоких морщин поэтому мне было просто безумно интересно попробовать это средство что же она из себя представляет и действительно ли это панацея ну в общем конечно же сначала скажу что приобретал я это средство в рубльбоме и обошлось она мне ну где-то в рублей наверное 160 конечно же я обратила внимание сначала на состав и он меня немного удивил на первом месте у этого средства вода на втором месте глицерин затем идет коллаген какой-то соли был потом содиум гиалуронат потом к сантангум метил там какой-то и каприлилгликоль короче это смесь воды и глицерина девчонки поэтому я поняла что это просто наверное название этого средства это маркетинговый ход и я наверное в этом не ошиблась средством я пользовалась в течение где-то полутора недель и в принципе я его не поняла вот так вот она выглядит изнутри это такая ну такой пузыречек это стекло довольно таки дорогая упаковка в этом средстве содержится вот такая удобная мерная пипетка и кстати бросается сразу в глаза предупреждение что ли производителя чтобы ну пользователь не касался вот этой пипетки то есть я так поняла что в средстве мало химических агентов которые ответственны именно за консервацию за хранение средств если бактерии попадают в эту баночку то наверное развивается сразу же неприятный запах ну это конечно же плюс потому что химии наверное минимальное количество но я так это для себя все это дело ассоциирую в общем средства абсолютно ничем не пахнет она очень и очень жидкая это средство что она делает с кожей рекомендовано наносить его под свой любимый крем под свою любимую может быть маску и так далее и тому подобное разбавлять как я уже сказала крема для век и так далее и тому подобное в общем-то наносила я его под крем наносила в огромном количестве просто под кожу вокруг глаз под кожу наносила я эту гиалуроновую кислоту под свой любимый крем разбавляла маски добавляла в крем для кожи вокруг век и поняла что это ну наверное для меня еще раз повторяю бесполезная вещь и да она моментально впитывается с кожей освежает кожу наверное за счет того что содержит в составе много глицерина и он испаряется сразу с кожи в общем то больше от этого средства я ничего ничего абсолютно не увидела и просто приятное такое баловство так скажем поэтому девчонки кто из вас присматривается в принципе попробовать можно но каких-то там чудес от него не ждите избавление каких-то там лимических морщин гусиных лапок нет этого не произошло и очень хочу попробовать еще гиалуроновую гиалуроновую кислоту с айхерба я возлагаю на нее все-таки большие надежды чем вот на этого российского производителя слышала от девочек блогеров также очень много положительных отзывов именно на гиалуронку с айхерб поэтому вот такое мое мнение девчонки не судите строго но вот как то вот так это все дело мне позиционируется следующее с чем я буду интенсивно знакомиться в этом месяце и решила уже вам непременно об этом рассказать это конечно же может быть для кого-то надоевших hair vital да я заказала ну а точнее мне пришли средства еще на обзор мне дело в том что когда я была в роддоме вы наверное уже помните я пользовалась во всю пробничками hair vital с органовым маслом именно серия органовый нектар и мне до такой степени понравился аромат этих средств их действия именно понравилась та мягкость волос которая остается после пользования этими средствами что я решила попробовать целую линейку у меня вот такой вот шампунь органовый нектар защищенный шелковистые блестящие волосы пахнет это просто что-то с чем-то это такой приятный аромат и еще раз повторяю судя по пробникам тоже шампунь просто обалденный но вот в оригинальной версии я его не пробовала то есть в целом объеме буду пробовать обязательно после съемки видео также мне пришла вот такая вот крем-маска тоже органовый нектар защищенный шелковистые блестящие волосы такая крем-маска была у меня в саше в пакетиках и она мне просто безумно нравилась она полностью запечатана я наверное опять еще раз повторяю после съемки видео буду просто интенсивно ею пользоваться какой-то подробный обзор будет конечно же в пустых баночках и мне пришло также безумно интересное средство это масло органовый нектар от hair vital масло для кончиков волос я так поняла защищенный шелковистые блестящие волосы она способствует восстановлению структуры волос склеивает рассеченные кончики препятствует дальнейшему расщеплению там блеск и так далее и тому подобное конечно же наносить на кончики волос срок годности 5 лет состав мне очень интересен состав у этого масла но она содержится на обратной стороне вот этой вот этикетки не буду я ничего тут коверкать и я обязательно оставлю ссылочку под этим видео где вы можете перейти на сайт hair vital это кстати итальянская линейка по уходу за волосами и там сможете почитать уже подробную информацию об этом средстве и почитать именно его состав я не уверена что это сто процентов органика потому что срок годности 5 лет понятно но почему-то возлагаю я на это масло огромные надежды потому что ну сами понимаете послеродовый период такой волосопад такое состояние волос что я их практически не сушу даже феном дабы не усугубить их состояние так следующее я купила себе вот такую вот линеечку от чистой линии дело в том что как-то в магнит косметик была акция товар недели и я решила урвать я взяла три комплекта вот таких вот подобных один я уже подарила маме один я отца отослала в посылочки девочке своей знакомой и один наборчик остался у меня это вот такой вот мягкий лосьон от чистой линии для снятия макияжа свек сейчас добиваю свою свое двухфазное масло для смывки макияжа от шоколаде которая что-то меня разочаровала и потом уже буду пользоваться этим средством если нет то его не стыдно положить никогда причем не стыдно положить посылку допустим и буду уверена что средство просто просто-напросто понравится своему получателю также у меня вот такой вот умный крем 3 в 1 до лица и шеи у меня такой был прошлой зимой я им пользовалась при беременности это наверное единственный крем от которого меня не тошнило и взяла не знаю скорее всего я его себе не оставлю хотят крем мне понравился и хотя он и не увлажняет и ничего со мной не делает но это отличная основа под макияж и опять же оставлю наверное я этот кремчик на подарок но и конечно же я взяла скраб абрикосовой косточки не стала я себе оставлять три или четыре экземпляра потому что ну хочу чтобы скраб все-таки не просрочился и пах ну так скажем первенна первоначально своим ароматом в общем то такой скраб ну что о нем говорить это фаворит всех времен и народов и сейчас я поставил на пользование скраб от эйвен с огурцом и чайным деревом кстати что-то я в нем разочаровалась не сравнится он конечно вот с этим скрабом им я пользуюсь где-то раз в неделю прям полностью по полной программе скраблю свое лицо очень очень нравится также что у меня появилась в этом месяце и это тоже продукции на обзор короче я познакомилась в этом месяце с продукции компании green planet либо green planet планет как правильно звучит я очень много слышала отзывов о блогеров много слышала также в контакте информации по поводу этой уходовой косметики мне было безумно интересно все-таки попробовать green planet это довольно таки бюджетная уходовая косметика у нее продукция стоит от 100 до 300 рублей в этом диапазоне занимается она еще раз повторяю в основном уходовой косметика то есть шампуни бальзамы маски бальзама для губ который кстати очень все девчонки хвалят скрабы крема для тела и так далее там подобные лосьоны тоники компания green planet к сожалению когда формировала для меня посылку а пришло мне три продукта от этой компании она не учла и конечно же не мой возраст она не поинтересовалась этим не учла там какие-то соматические факторы да допустим что я нахожусь там в послеродовом периоде но это понятно не учла а мой тип кожи мое состояние кожи на данный момент и наверное компания делала ставку прежде всего на свои хиты продаж но в принципе у нее это получилось и так компания положила мне вот такое вот молочко детская солнцезащитная водостойка с экстрактом кактуса антиоксидантная у нее солнцезащитный фактор 50 представляете это шикарно просто защита для моего ребенка что касается использования этого средства то я его конечно же положу сейчас после съемки это видео в холодильник и оставлю до лета потому что сейчас на море мы не собираемся летом на лето у нас есть определенные планы и в общем если у нас удастся вырваться на море то я обязательно возьму это средство и буду пользоваться и сама конечно ребенка буду мазать и мужа буду мазать и вспоминать замечательную компанию green planet написано что это мексиканская формула и обладает таким нейтральным ароматом молочко довольно таки густое но естественно я им не пользовалась сейчас потому что ну смысл куда как бы на солнце мы не выходим это компания вообще green planet она не в коем случае не органическая она не натуральная в ней довольно таки много химикатов но в принципе я слышал очень много положительных отзывов и буду с удовольствием пользоваться объемчик 150 миллилитров но немножечко конечно не в сезон компания поэм попала но это уже не знаю чай косяк но явно не мой и также у меня было в посылочке еще два средства вот такой вот тоник от компании green planet успокаивающий лосьон тоник антиоксидантный для сухой чувствительной и обезвоженной кожи с маслом виноградных косточек и вербенной лимонной освежает увлажняет тонизирует эта серия по уходу за лицом вот так вот выглядит это все дело ну в принципе компания угадала что у меня сухая чувствительная и обезвоженная кожа ну плюс еще зима сами понимаете но когда ко мне пришел этот тоник меня подумал ну блин очередной тоник я как человек который не очень дружит с тониками и как правило попробую в тоник один раз и когда тоник мне не нравится я его обычно отдаю сразу но этим тоником сейчас я интенсивно пользуюсь что на меня вообще для меня не характерно чем мне понравился этот тоник во первых у него нет такого ядерного аромата у него нет липкого финиша этот тоник выравнивает мою кожу то есть после умывания у меня на лице ну вот знаете остаются какие-то проплешины что ли то есть здесь допустим пятнышко шелушащиеся здесь красные пятнышко здесь прыщик этот тоник он как-то выравнивает кожу лица то есть лицо после пользования этим тоником как-то равномерно поглощает крем и как-то выравнивается что убираются какие-то покраснения даже я бы сказала что этот тоник немножечко немножечко увлажняет кожу но после него мне обязательно нужно увлажняющий крем в общем неплохое средство и наверное я его все-таки отложу до лета потому что сейчас мне нужно что-то более такое глубоко увлажняющие аллергии у меня на этот тоник нет и в принципе рекомендую за его цену там за 100 за 200 рублей отлично отличное средство и вот такое вот средство мне положила компания green planet это крем с легким и матирующим эффектом такая замечательная кстати упаковочка она пластиковая сразу говорю на у нее удобный такой дозатор крышечка и объемчик у этого средства 50 миллилитров предназначено средство для жирной проблемной кожи она владу обладает противовоспалительным эффектом содержит в составе экстракт имбиря увлажняет придает легкий матирующий эффект уменьшает поры я кстати не думала что этот крем не подойдет потому что у меня сейчас более наверное сухая кожа как мне подошел этот крем этот крем мне подошел на все сто процентов именно как основа под макияж для съемки видео то есть моя кожа не жирнится в процессе съемки хватает действие этого крема на 3 даже на 4 часа и его я опять же оставлю наверное для лето положу в холодильник либо буду пользоваться исключительно для макияжа именно для видео поэтому в принципе крем мне подошел но опять же увлажнение мне требуется больше настоящий момент вот такой вот был мой отзыв о средствах компании green planet в принципе очень рада что познакомилась конечно же была бы рада знакомства шампунями бальзамами какими-то скрабами для тела но поскольку компания сама решает что именно тому или тому или другому иному блогеру то так получилось но и последних два средства с которыми я познакомилась ну сравнительно недавно это вот такой вот легкий дневной крем от faberlic на самом деле я сейчас приобретаю меньше ухода от faberlic потому что у меня довольно таки много ухода и как-то вот рука почему-то не тянется заказывать больше средств чем не привлек привлек мое внимание этот крем когда я посмотрела обзор натальи петровой по-моему она так на ю тубе звучит ее никнейм в общем то она очень хвалила вот это вот средство когда она появилась только-только появилась каталоге кстати заказываю это средство еще до нового года до давно это было в общем то написано что фишка этого крема в том что он для всех типов кожи что это крем для против семи возрастных изменений срок его годности 18 месяцев это ни в коем случае не органика у него состав просто 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 волосы встают дыбом это многофункциональный комплекс полученный из вербены и это средство обещает бархатный финиш кожи именно на этот феномен я купилась и в принципе я не прогадала я не знаю каким образом этот кремик работает но он реально придает коже именно такой бархатный финиш этот бархатный финиш ощущается когда трогаешь свою кожу после нанесения этого крема этот крем визуально никак не скрывает какие-то покраснения шелушения какие-то прыщи нет это ни в коем случае не биби и не си си крем но именно вот пальпаторно ощущаешь свою кожу вот каким-то персиком что ли поэтому четки у кого есть возможность попробовать этот крем от faberlic обязательно попробуйте просто интересное средство я думаю что она в своем составе содержит просто-напросто очень много химии и наверное силиконов которые обеспечивают именно вот такой мгновенный эффект потому что ну понятно что чудес на свете не бывает но в принципе интересно занятно и очень приятно ощущать именно вот такую бархатистость и персиковость своей кожи поэтому пока кто занимается faberlic пожалуйста обратите внимание потому что ну реально и аромат кстати у средства не характерный вот такой вот лимонный как у красной серии вербены а аромат такой нежный какой-то аромат анютиных глазок так скажем ну и последнее бюджетное средство бюджетное мое приобретение о котором я расскажу в этом видео и пора уже наверное заканчивать это вот такое вот крем для кожи вокруг глаз от компании комплимент называется кремчик орган ойл вот такая вот богатая многообещающая блестящая упаковка этим кремом сейчас я активно пользуюсь очень такой экономичный выглядит он вот так вот я компании комплимент отношусь очень и очень и очень даже хорошо даже с каким-то уважением потому что ну все-таки российский производитель и делает такие громкие продукты для нашего потребления и в принципе недорогие возлагала я на этот крем огромные надежды потому что ну кожа вокруг глаз сами понимаете возраст и гусиные лапки темные круги недосып ребенок ну и и и цитара так скажем . . . . очень много различных причин в общем-то я хотела добиться от этого крема максимального увлажнения моей кожи под глазами конечно же избавление от гусиных лапок и использование этого крема поскольку я подумал что это органовая серия я хотела использовать этот крем именно в качестве увлажняющей маски для кожи вокруг глаз я подумала что этот крем будет очень питательный очень такой насыщенный написано что он омолаживающий против усталости темных кругов признаков старения кожи короче то что доктор прописал обладает очень приятным ароматом чем-то схожим с компанией вот этой вот серии органовый нектар ну понятно что сейчас фишка идет у производителей на органовое масло органовый нектар органовый какой-то даже молочко носик я не знаю говорила нету этого крема вот такой вот обладает он белым цветом и довольно таки жидкой текстурой что касается вы этого крема девчонки если вам нужно повседневные просто средства для ухода за кожей вокруг глаз может быть даже основа под макияж что это идеальное средство но я ожидала большего увлажнения большего питания и для меня это обычное такое ежедневное средство сейчас какого-то интенсивного питания к сожалению это средство для меня не несет мне приходится чтобы подпитывать мои вот эти вот мимические ворщины морщины вокруг глаз приходится пользоваться моим любимым миндальным маслом который у меня ему наверное уже сто лет и она подходит концу я наношу сначала миндальное масло сверху наношу именно вот этот крем мне в принципе эффект нравится но еще раз повторяю по отдельности этот крем к сожалению меня разочаровал и он практически на мне не работает то есть моментально впитывается и к сожалению не борется не с темными кругами не с морщинами не со следами усталости девчонки это было мое небольшое видео о моих бюджетных приобретениях а я думаю что цикл подобных видео я продолжу еще раз повторяю что все важные ссылочки которые я посчитаю нужными я оставлю под этим видео а вам огромное спасибо за просмотр не забывайте про мой вк не забывайте мою группу в instagram и всех вас очень сильно люблю пишите свои комментарии и благодарна каждой и каждому из вас до встречи новом видео пока пока